Одесситы сегодня, 2 сентября, отмечают День города. Одесса – стратегический город, именно поэтому с первых дней полномасштабной войны Одесса превратилась в настоящую крепость. О том, как украинская оборона полностью разрушила враждебные планы и как одесситы встречают День города, расскажет наша коллега Виктория Синько. Виктория, здравствуй и рассказывай подробности. Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие наши зрители. Да, одесситы отмечают День города, социальные сети буквально заполнены признаниями в любви к городу. Мы сейчас находимся у оперного театра. Здесь буквально не так многолюдно, как в прошлом году, но некоторые горожане решили провести этот день, отметить День города, именно в сердце Одессы, на Дерибасовской, у оперного театра. В прошлом году Одессу посетило более трех миллионов туристов. Сейчас из-за войны практически туристов нет, и по улицам города в основном можно встретить только местных жителей и переселенцев из горячих точек Украины, в основном из Николаевской и Херсонской областей. Сама Одесса в время войны приняла более 30 тысяч переселенцев, область более 100. Также хочу отметить, что еще в начале войны мы бы не могли находиться в этом месте, потому что оно было ограждено, здесь были бетонные плиты, стояли блокпосты, находились противотанковые ежи. Но за несколько месяцев это все сняли, и одесситы могут прогуляться как в Дерибасовской, так и у оперного театра. Можно за моей спиной увидеть, как у оперного театра находятся мешки с песком. Они не только охраняют и защищают от возможных последствий, ракетных ударов, театр, но и напоминают нам о том, как в начале войны одесситы все стали едины, объединились и прямо рынули к Одесскому побережью собирать песок в мешке, дабы защитить свой город, дабы укрепить свои блокпосты, защитить архитектуру, памятники и так далее. Стоит отметить, что Одесса, война многое изменила людей, изменила их жизнь, одесситы не исключение. Сейчас, гуляя по городу, можно заметить, как у одесситы горожане более ярче выражают свое отношение к войне, к Украине. Много людей носят патриотическую символику, будь то в стиле аксессуаров, или это футболки с надписями в стиле «Доброго вечера, мы с Украиной», или вышиванка, которая ранее одевалась на праздники какие-то, а сейчас это стало буквально последненным стилем. Стоит отметить, что также на машинах завжды майорять украинскую убовую флаги сине-желтые. Параллельно с ними флаг Одессы, что символизирует, что Одесса – это Украина. Одесситы массово рынули вставать донорами крови и выстраиваться в огромные километровые очереди. Буквально 30 августа Центр переливания крови сообщил о том, что нуждается Одесская область в донорах крови. И буквально за сутки на следующий день этот вопрос уже закрыли. Моя знакомая отстояла очередь с 9 утра и до 16 вечера, зашла и сдала кровь, но ей, как говорят, повезло, потому что многих одесситов это не получилось. Например, у другой знакомой ее муж поехал, и на одной точке переливания крови был 786-й, а на другой поехал, и перед ним была очередь более 2000 людей. Стоит также отметить, что одесситы в большинстве массе переходят на украинский язык и потребляют украинский контент, смотрят украинские фильмы, читают литературу и слушают музыку, которая сейчас в трендах. Одесситы стали более смелее. Так в городе чрезвычайно большое количество желающих стать в ряды защитников Украины. Так, по словам спикера Сергея Брачука, спикера Одесской военной администрации, сейчас в городе создана еще одна бригада терробороны. Также в город начинают возвращаться люди, которые выехали в начале войны, в том числе и женщины с детьми. По словам Сергея Брачука, они чувствуют защищенность, беспечность и верят в нашу ЗСУ. Стоит отметить, что не стоит забывать о том, что Одесская область продолжает находиться под высоким риском ракетных обстрелов. По словам офицера оперативного командования ЮХ, Владислава Назарова, в боекапатуре Черного моря находятся четыре корабля-ракетоносителя, на борту которого находятся 20 ракет типа «Калибр». Ну и также не стоит забывать о том, что воздушные тревоги не надо игнорировать и быть бдительными каждый момент, в том числе в день города Одессы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!